ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Температура процессора растет, и мы наблюдаем просадки ППС. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отсюда мы можем сделать вывод, что при нагреве процессора происходит просадка частоты кадров в играх. Попробуем побороть эту проблему. Прежде чем проводить какие-либо операции внутри системного блока, необходимо отключить блок питания от сети, если есть кнопочка. Если нет кнопочки, просто достать шнур. У меня есть замечательный индикатор, который покажет, когда спадет напряжение с платы. После выключения блока питания необходимо несколько секунд подождать, пока системная плата обесточится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее, пока мы еще не лезли в корпус, чтобы не выбить ничего статическим электричеством, которое собирается на теле человека, необходимо докоснуться до корпуса блока. Можно даже в нескольких местах. Лишь потом производить дальнейшие операции с внутренними агрегатами системного блока. Это немножечко о технике безопасности. Итак, мы имеем кулер фирмы Deepcool, модель Beta 40. Для того, чтобы снять этот кулер с сокета AMD, здесь предусмотрена такая вот лапка. При разжатии мы легко извлечем кулер. Также необходимо не забыть снять питание вентилятора кулера. Здесь оно трехпиновое. Поднимаем лапку. И кулер легко извлекается. Ох, какой он горячий! Сейчас я поподробнее расскажу о том, что это за кулер и на что мы будем менять. Мы можем видеть так же, как термопаста пересохла на процессоре. Перед нами два кулера. Первый. Тот, что стоял в системном блоке и работал на протяжении долгого времени. Это Deepcool Beta 40. Второй. Тот, что будет установлен. Silence M402. По вопросу цены кулера я не знаю, так как он не был подарен другом. Ну, посмотрев в интернете, в пределах 1000 рублей можно приобрести вот такой вот кулер. Кстати говоря, он универсальный. Он подходит как под сокеты AMD различные. Вы можете наблюдать сзади коробки. Так, под Intel сокеты LGA различные. То есть, можно ставить их в любом случае, такие кулеры. Более подробно мы рассмотрим их, когда достанем из коробок. Так, оба кулера распакованы. Хотелось бы поговорить сначала о комплектации нового кулера. Во-первых, идет сам кулер. К нему идет два варианта крепления. То есть, первый вариант. Это устройство крепления к сокетам Intel. Это задняя панелька. И два передних агрегата для крепления к процессору. Второй вариант. Это устройство для крепления к сокетам AMD. Также идет четыре шурупа для крепления к кулеру этих устройств. Следующий идет запасные скобы для крепления вентилятора к самому кулеру. Точнее, к радиатору. И термопаста, которая шла в комплекте, кстати говоря, не самая плохая, вроде бы как. В отличие от КПТ. Это что касается комплектации. Поговорить о сравнении этих двух кулеров, что можно сказать. Самое первое, что стоит сказать о их составляющей части. Первый кулер имеет обычное строение. То есть, это радиатор, вентилятор такой вот красивой формы. Радиатор алюминиевый с медной проставкой. Кстати говоря, что очень даже неплохо. в отличие от этого кулера, этот вентилятор имеет трехпиновую систему подключения к сети, что не позволяет ему крутиться саморегулируемо. Он имеет постоянную определенную скорость вращения до 2200 оборотов. Кстати говоря, как и этот. Этот тоже имеет максимум 2200 оборотов. Но он имеет систему четырехпинового подключения, что позволяет ему регулироваться в зависимости от нагрева процессора. Это плюс этого вентилятора. Также здесь идет алюминиевая проставка, присоединяющаяся к процессору и медные теплоотводящие трубки. Это тоже является плюсом, поскольку увеличит скорость передачи теплообмена на алюминиевый радиатор. Получается, что этот вентилятор будет быстрее проводить тепло, отдавать и возвращать. Также этот вентилятор имеет башенную систему. Устанавливается он вот так, в отличие от этого. Что можно сказать про теплорассеивание и самый основной параметр, из-за которого мы и будем ставить этот кулер. Этот кулер имеет мощность теплорассеивания 100 Вт, всего лишь с небольшим запасом для процессора 10 Вт. Так как процессор имеет мощность тепловыделения 90 Вт, а кулер мощность теплорассеивания 100 Вт, а этот 130 Вт. То есть здесь мы уже имеем более мощный запас. Вот что касается сравнительных характеристик. Далее будем говорить об установке нового кулера. сборки нового кулера. Берем устройство для крепления к AMD к сокету. У нас же AMD процессор. здесь все остается так же. А здесь закрепляем наш кулер. Точнее крепление к кулеру. Таким вот образом. Берем наши шурупчики, подставляем устройство крепления. кстати говоря сразу нужно будет определиться какой стороной вентилятор будет стоять в блоке. В моем случае он будет стоять вот так. А это значит что нужно защелку делать снизу. То есть защелка будет с левой стороны от вентилятора. Вот защелочка. Вот таким образом прикручиваем шурупчиками наше крепление и продолжим. Итак, устройство крепления к кулеру присоединено. вот что осталось это ложим в долгий ящик вот это и вот это кроме термопаст. Термопаст распакован и сейчас она нам пригодится на следующем этапе. А следующим этапом хорошенечко обезжириваем поверхность процессора с помощью любого обезжиривателя. Здесь обезжиривать кулер не придется так как он новый. Здесь просто отклеим наклейку. Если же вы просто меняете термопасту то желательно обезжиривать и здесь. После обезжирки приступим к сборке и нанесению самой непосредственно термопасты. Давайте перенанесение термопасты на процессор. Во-первых термопаста наносится на всю плоскость процессора без исключения. наносить ее нужно в слой 1 мм. Чем можно размазать спрашиваете вы термопаст по процессору? Да чем угодно. Есть специализированные инструменты для этого. Можно также пластиковые карты например под сим-карты или старые платежные карты. Можно также и пальцем. Ничего не запрещает вам сделать это пальцем очень аккуратно. Еще раз напомню слой термопасты должен быть 1 мм. То есть наносим выдавливаем термопасту на процессор и размазываем ее по всей плоскости. Снимать это не буду покажу результат. Что ж термопаста нанесена тонким слоем в 1 мм равномерно не оставив нигде никаких погрехов. Хотел бы немножечко сказать о термопасте. Если у вас есть такая термопаста КПТ просто делайте с ней вот так. Потому что термопаста это по качеству своему не очень. Теплопроводимость у нее меньше чем у ее аналогов более дорогих. Высыхает она быстро. Вот что мы использовали. Сайленс из комплекта с кулером. Конечно же если вы готовы менять ее каждые 2 месяца то пожалуйста КПТ можно использовать. В остальных случаях если вы меняете ее редко то лучше чуть-чуть подороже купить термопасту. Ладно переходим к следующему этапу. Следующим этапом установка кулера. Значит мы определились с какой стороной он будет у нас стоять. Что теперь важно сделать? Необходимо вот этими креплениями попасть на крепление сокета вот вот таким способом чтобы не размазать термопасту где только не надо. Аккуратненько снимать я это не буду. Ставим процессор точнее на процессор кулер вот этой стороной предварительно отклеив наклейку закрепляем ее с помощью кнопки крепления и продолжим. Кулер установлен. Задача это ребята не из легких для сокетов AMD. Очень тяжело попасть креплениями на выступы потом замкнуть не сломайте сокет или процессор. Очень аккуратно это делается постепенно не спеша. В последнем этапе просто берем наш 4-х пиновый шнур питания кулера подключаем его к разъему питания на материнской плате и потом продолжим. Ну что ж кулер новый установлен. Вот как это выглядит в системном блоке. Извиняюсь за беспорядок со шнурами проводами от блока питания надо их упорядочить. Ну да ладно, попробуем включить компьютер и посмотреть что вышло. Так, очень красиво смотрится свет через кулер второго вентилятора. Кстати говоря, что удобно. Смотрите, получилось, что один вентилятор настенный продувает, следующий вентилятор кулера. Надеюсь, что будет охлаждать процессор хорошо. Спасибо другу за такой подгон. Ну что ж, все работает замечательно. итак, ну что можно сказать. До апгрейда нашей системы охлаждения мы имели температуру процессора 85 градусов. Что приводило к проседанию FPS. Процессор ослаблял свою работу. Поиграв немного после апгрейда установки нового кулера, я обнаружил, что температура ни разу не поднялась более 43 градусов при той же нагрузке процессора в 100 градусов. О чем это говорит что этот кулер выполняет свою функцию на ура. Кстати говоря, хотелось бы сказать, что он очень тихий. Практически не слышно его работы. А также отовсюду в блоке системном перемещаются воздушные массивы. То есть вентилятор работает очень хорошо. вот такой апгрейд системы охлаждения компьютера мы произвели успешно. Спасибо всем за внимание. Всего доброго. с что м м м м м м м м Субтитры сделал DimaTorzok